Скажите, у вас нет ностальгии? Вот в эти секунды не хотелось бы там под куполом находиться в этой всей каше парламентской, вариться условно? Быти корисным для украинской нации, как законотворец, известно, что я бы не против, и тут можно говорить про какую-то, как вы скажете, ностальгию. Но даруйте, быть присутствием в этом парламенте, в этой Верховной Раде Украины, которая абсолютно забанкротировала, которая стала уже таковой уверенной служкой олигархов, у меня жадного желания не имеет. Час от часа звонят наши депутаты, когда я с ними переговорю, беру информацию про то, что делается, консультуруемся щодо голосования, щодо тих или иных законопроектов, то много кто из них как раз висловлюет, как бы, таки чувство своего незадоволения тим парламентом. И я думаю, что много людей, много украинцев сейчас сравнивают тот парламент, где была фракция всеукраинского объединения «Свобода», и теперь, когда свободы нема. «Свобода», будучи опозиционной фракцией, сначала до режима Януковича, умела поставить такую планку правильной опозиционной деятельности, что иншие, даже опозиционные силы, равнялись на нас. Зрештою, вы пригадите, мы всегда были одностайны, у нас никогда не было голосования 30 за, 7 против, кто еще утримался. У нас або все за, або все против, або все против. Железная дисциплина. Завжди приходили, завжди были на работе, все то, что сейчас мы видим, йогурты пьют, насинья лускают, там спиною обертаются, говорят, что хотят. Забрати их никогда не можно на кворум, хотя, несмотря на то, что у них есть коалиция. Всего этого не было. Жодного кнопкодавства не было. В Сазире? Так. А нет, вы афракция своя группа. Я говорю про фракцию всеукраинского объединения «Свобода». И сейчас очень прикро, что как раз кнопкодавляют много из тех, которые раньше были очень такими визначными борцами против неперсонального голосования, даже майки какие-то там носили. Отже, была фракция «Свободы» в парламенте, був інший порядок. И я переконан, как бы сейчас были националисты в Верховной Раде, как организована фракция, много того бедламу, который мы сегодня спостерегаем, просто не было бы. Поэтому ностальгии по сегодняшнему парламенту, поверьте, жодно и не было.